Как решают квадратное уравнение, как решают уравнение третьей степени и уравнение четвертой степени? Собственно говоря, почему мы считаем, что они разрешимы в радикалах? Ведь когда говорят, что уравнение пятой степени неразрешимо, то говорят это не потому, что все остальные неразрешимы, а потому что третья, четвертая и вторая разрешимы. Что такое квадратное уравнение? Ах квадрат плюс bх плюс c, по-моему, 2а и 1. Отлично. Вспоминаем, каким образом решается это само уравнение. Делим все на а. Получается х квадрат плюс b разделить на а, плюс c разделить на а. Отлично. Выделяем полный квадрат. Это вот что такое. У меня нет сомнений, что вы это прекрасно знаете, но мне это очень важно, потому что сейчас, во время решения уравнений второй, третьей и четвертой степени, у нас некоторые вещи все-таки будут, их нужно приговорить. Итак, что же такое? х плюс b разделить на 2а в квадрате. Это у нас деленное на 4а в квадрате. b в квадрате минус 4а. Замечательно. Значит, получается формула, надеюсь, что все ее знают. Это минус b плюс минус корень квадратный из b в квадрате минус 4а в квадратное равнение решается так, как материал абсолютно стандартный, школьный, и все понимаете. Давайте подумаем, а можно ли было каким-то другим способом все это делать? Могли ли мы с вами как-то вот по-другому все это понимать? А вот как? Мы могли с вами понять, что у квадратного уравнения есть два корня. Давайте, первый из этих корней, давайте обозначим х первое. Это минус b минус корень из b в квадрате минус 4а. А у второго корня здесь стоит плюс. b в квадрате минус 4а. Замечательно. Так вот, ребята, сейчас, ну, эти формы, конечно, есть, но я сейчас напоминаю такую штуку. Как выражение ах квадрат плюс b минус плюс с разлагается на множители. Это х минус первое корень умножить на х минус второе корень. Это все понимают? Да. Все понимают. Потому что, действительно, если вместо х подставали х1, то это сколько будет? Ноль. А если х2, то это. Называется теорема безума. Любой многочлен делится на разность между х и его корень. Отлично. А значит, имеет место теорема Виета. Давайте анализировать. Значит, у меня есть ах квадрат минус а умножить на сумму корней умножить на х, да? И плюс а умножить на произведение корней. Значит, итак, как же звучит теорема Виета? Это, что коэффициент b это минус а умножить на сумму корней. И коэффициент c это а умноженное на произведение корней. Отлично. Так вот, ребята. А теперь я задаю такой вопрос. Представьте себе, что мы еще не знаем вот это. Вот так случилось. Не догадались. Но уже знаем эти два равенства. Теорему Виета уже знаем. Скажите, пожалуйста, могу ли я найти квадрат разности х1 и х2? Да? Да. Могу. Смотрите, как это делается. Это что такое? Это х1 квадрат минус 2х1х2 плюс х2 квадрат. А по-другому х1 квадрат плюс 2х1х2 плюс х2 квадрат минус 4х1х2. Правильно? Но это что такое? Это же квадрат суммы. А его мы знаем. Так, единственное, где бы мне это написать. Можно я пойду на этот дозор и напишу здесь, чему же равен квадрат равности корней. х1 минус х2 в квадрате. Это есть квадрат суммы. А сумма корней, ребята, это b деленное на а. Правильно? Вот, минус, учетверенное произведение. А произведение, как там написано, это c деленное на а. Ну, замечательно. Значит, если привести к общему вспоминателю, то это будет b квадрат минус 4а с. Ребята, это очень важная вещь. Мы сумеем квадрат разности корней выразить через коэффициенты многочленов. Собственно, отсюда разность корней х2 минус х1 это корень из b квадрат минус 4а с деленное на а. Ну, точнее, плюс-минус корень. Здесь очень важная вещь. Какой корень 1 и какой 2, это на самом деле вопрос договоренности. Когда у вас есть уравнение, то с точки зрения ангибры все равно, если это действие здесь или наоборот. Понимаете? Поэтому это вопрос договоренности. Ну, давайте, например, х2 минус х1, пусть это будет вот такая личина. Замечает. А теперь вспоминаем. Х2 плюс х1, мы из теоремы генета знаем. Что это такое? Сделен нам. Это минус b разделен нам. Согласны? Ребята, я вам рассказал альтернативный способ вывода формулы решения квадратного равния. Я уверен, что в школе вам это не рассказывали. Просто потому, что если честно, он сложнее. Ну, уверяю вас, разумеется, любой школьник, чуть-чуть поработает с квадратным уравнением, понимает, как найти квадрат равности корней. Правда? Вот. Это вещь, что это понятно. Так что, чтобы сказать, это не какая-то высокая наука. Но с другой стороны, смотрите, какая забавная вещь. Мы, в некотором смысле, решили квадратное уравнение более научно. Почему? Потому что мы рассмотрели то, что называется элементарные симметрические функции от корней. А именно, произведение х1, х2, это c разделена. И сумма х1 плюс х2, это минус b разделена. Повторяю, элементарные симметрические функции от корней квадратного уравнения. И мы с вами сделаем следующее. Мы, рассмотрев другую функцию, а именно х2 минус х1 в квадрате, мы взяли и поняли, что она выражается через коэффициент. Обратите внимание, здесь квадратный корень, а здесь просто такое хорошее выражение. Почему? Потому что у уравнения есть такая замечательная вещь, как замена в корне местами. Вместо х1 говорит х2, вместо х2 говорит х1. И при этой замене разность меняет знак. А вот квадрат разности не меняет знак. Квадрат разности это симметрическая функция. Разность корней, наоборот, антисимметрическая функция при замене. Вот. Ну и, соответственно, когда вы сложите, поделитесь по главной лиге х2, и из нижней строчки вычтете, поделитесь по главной лиге х2, получится х1. Отлично. Значит, я объяснил, как в радикалов решать квадратный уравнение. Что такое радикал? Радикал – это то же самое, что корень. Хорошо. В течение многих лет считалось, что наша цель научиться решать уравнения, если мы составили таблицу корней. То есть, когда не было компьютеров, то нельзя было просто написать уравнение и попросить компьютер решения. Когда у нас квадратное уравнение, то три коэффициента А, В, С. Ну, если составлять таблицу, то понятно, что это получается такой кубик, да? Заполненный числой. Это ужасно. Если мы поделили на А, уже стало лучше, уже коэффициентов 2. Но все равно заполнять, понятно, да, это заполнять такой 2 на 2. А если мы сделали вот эти преобразования и получили вот такую формулу, мы же умеем вот читать, делить, это все быстро, это мы умеем. То есть, реально нужно извлекать корень, это уже одинаковое. Вот эта вот процедура сводит решение, в котором было три параметра, к ситуации, когда параметр всего один. Понятно? Составили на путь корней. И вот все время была такая идея. А можно ли свести решение уравнения третьей степени к какой-то однопрометрической задаче? Кстати, не обязательно кубический корень. То есть, конечно, в древности считалось, что обязательно нужно через корни, но, в принципе, задачу можно расширить. Ребята, и в математике, разумеется, что называется, в них продвижение дальше. А именно, даже для уравнения пятой степени, что называется, по известному анекдоту, как только мы доказали, что его нельзя решить, в этот момент сразу начались исследования о том, а как же его решать. То есть, смотрите, мы доказали, что его нельзя решить, ну, не мы, а Абель, в начале 19-х века доказали, что нельзя решить радикалов. А вот интересно, какая это другая функция? Или может быть функция не от одного аргумента, а функция от двух аргументов? Может или не может? Так вот, на этот счет есть огромная футболическая теория, очень красивая, и более или менее ее я и собираюсь рассказывать. То есть, понятно, что мы до огромного количества фактов не дойдем с вами, но до многих и дойдем. Итак, про уравнение второй степени. Все все поняли? Все все поняли? Отлично.